Здравствуйте! Обзор программатора DHRE PROC. Предназначен он для работы с микросхемой памяти внешнего приемника DARHAN DHRE. Подключается вот к этой вот микросхемке, вот она на восьми ножках, с помощью вот такой прищепки. В этом видео расскажу и наглядно все покажу. Что мы можем делать с помощью этого программатора? То есть, мы можем определить количество записанных пультов в систему, скопировать все пульты в программатор из одной системы и перенести также с помощью этого программатора в другую систему. То есть, в случае даже поломки такого приемника, мы все равно можем отсюда скопировать память пультов. Значит, либо если мы случайно стерли или кто-то это сделал, значит, понизнанке, то есть, мы можем все пульты восстановить обратно в систему. То есть, либо еще такие примеры, как, например, мы устанавливаем дополнительное устройство, еще, значит, оборудовано таким же внешним приемником. Вот. И чтобы не собирать все пульты у пользователей, то есть, мы можем скопировать отсюда все пульты и, значит, вставить другое устройство. Они будут все работать также. Вот. Но причем, при том, что мы можем назначить активную кнопку с помощью программатора, то есть, на одном устройстве работает у всех первая кнопка, например. Если мы их перекопируем в другую систему, также будет у всех работать первая кнопка. Мы можем назначить активную кнопку другую, то есть, чтобы здесь работала одна кнопка, здесь другая кнопка работала. Вот. И это все можно сделать очень легко с помощью программатора вообще не имея пультов наличие также мы можем определить серийный номер пульта для значит дальнейшего администрирования то есть мы можем определить или номер этого пульта и записать где-то в журнал например что этим пультом пользуется у нас василий иванович также определить серийный номер другого пульта и подписать что это пользователь петр николаевич при необходимости ограничить доступ кому-то из них мы можем по серийному номеру пульта удалить его и системы не имея пульта в наличии перейдем к показу значит программатор нам нужно подключить с помощью прищепки микросхеме памяти приемника как это делается подробно описано в инструкции значит при правильном подключении прищепка у нас хорошо держится на этой микросхеме включается сразу же программатор он использует питание приемника значит и пишет что обнаружен до шире 1 давайте пропишем пульт и систему покажу что можно будет делать какие манипуляции пропишем всех пультов верхнюю кнопку на программа 3 нам нужно нажать любую кнопку для перехода в меню вот он сразу же первый пункт это количество кодов то есть можно узнать количество записанных пультов системы так забыл сказать что значит управление по меню это вот 08 вверх-вниз влево вправо звездочка решетка то есть по меню можем управлять вот с помощью кнопок вверх-вниз 08 переход в следующий меню решетка также подтверждение отмена действия либо выход в предыдущие меню это звездочка то есть вот первое у нас значит пункт это количество кодов вот нажимаю подтвердить и видим значит что здесь активных пульта 4 у нас это который вот мы только что прописали всего 6 пультов это то есть ранее было записано в систему 6 пультов то есть они были значит обновленные то есть после стирания приемника они также остаются ячейка памяти этой микросхемы единственно то что они становятся неактивными если значит выйти из этого меню и спуститься в следующий пункт восстановить все то есть можно установить ранее записаны пульты в систему то есть после очистки памяти их можно восстановить если спустимся еще ниже по меню то у нас здесь есть чтение то есть клонирование пультов нажимаем подтвердить у нас идет загрузка чтения то есть вот эти пульты которые мы сейчас прописали в систему они у нас копировались программатор что мы можем с этим сделать то есть если в меню вниз спустим здесь все то есть запись этих пультов примеру мы можем отключиться от этого программа от этого приемника и так подключиться к другому сейчас питание перекинем так программатор также подключим прищепкой к этого микросхемки отключились видим что сейчас не работает ничего выбираем этот пункт меню запись пошла загрузка записывается пультики у нас в систему готова проверяем пульт и работы то есть вся память пультов этой системы перенесена в другую и работает одна и та же кнопка как и здесь так если система где-то находится рядом и мы хотим разделить то есть чтобы они работали с разных кнопок то есть мы спускаемся вниз в меню еще раз и здесь есть установить кнопку то есть мы можем установить активную кнопку нажимаем подтвердить спрашивают нас какие кнопочки мы хотим установить выбор кнопок допустим мы хотим чтобы все кнопки работали все четыре подтвердить у нас теперь работает все кнопочки вот либо мы хотим чтобы работала одна кнопка допустим 2 так как здесь у нас записано первая кнопка здесь мы хотим только второго то есть вторая работа первая не работает но и тут также то есть остальные кнопки не работают только 2 это очень удобно чтобы не собирать пульты у пользователей то есть это можно сделать все без наличие этих пультов также можем узнать код то есть что это нам поможет если мы можем администрировать пункты значит и вести журнал то есть допустим узнать код вот мы нажимаем вправо можем узнать серийный номер этого пульта вот прописывает значит 102 56 24 можем это записать 102 56 24 допустим василий иванович им пользуется так а вот этим вот пультом у нас не пользуется примеру так 016 72 08 вот этим пультом нас пользуется допустим который николаевич так вот для чего это нам нужен то есть случае если мы захотим ограничить доступ кому-то из них можем также удалить не имеет пультом наличия по серийному номеру то есть ниже спускаемся еще раз по меню удалить код нажимаем подтвердить и вводим код допустим так вот пример вот этого последний там 016 72 08 у нас петр допустим 016 72 08 подтвердить удалено проверяем все не работает у нас больше петр николаевич остальные также работают очень удобно пользуются такой функции если она вообще нужна так а если соответственно мы подключим к этому примеру соответственно здесь она здесь у нас первая кнопка записана у всех культов то есть мы можем также здесь допустим а здесь мы можем удалить например василия ивановича так 102 56 24 далее ему все остальные также продолжает работать вот подробное описание инструкция есть комплекте с картинками также ссылки я оставлю в описании под этим видео спасибо за просмотр всего доброго